Знаете, что такое экстремальный туризм? Ну ты вообще. Кто со мной в Чернобыль? В 1986 году произошел взрыв четвертого реактора. Выброс радиации был сильнее, чем при взрыве 400 атомных бомб. Шестеро молодых людей в поисках приключений там, откуда нет выхода. Авторы голливудского хоррора до появления в прокате критикам свою работу не показывали. Да и зачем? Главное, чтобы фанатам жанра понравилось. А тут все как по рецепту. Мы точно одни? О боже. Монстры и секретные эксперименты. Вот чего, по мнению создателей запретной зоны, стоит бояться в Припяти. Ближе к реальности наши соотечественники. Российские кинорежиссеры заглянули глубже и попытались понять, как чувствовали себя те, кто столкнулся с катастрофой лицом к лицу. Реактор без аварийной. Надежность 100%. Без аварийной. Слышите? Без аварийной! Без аварийной! Без аварийной, я тебе говорю! В субботу лента о первых 24 часах после трагедии. Прогулки, танцы. Суббота. Выходной. Жизнь отменить. От мародеров до продажных чиновников и всепоглощающей любви. На фоне чернобыльской аварии развиваются десятки придуманных историй. Трогательные, шокирующие. Одна из последних и самых ярких в сериале «Чернобыль. Зона отчуждения». Она говорит, что в доме какие-то фантомы, которые принимают облик кого угодно. Я знаю, кто вы. Меня бы не обманете. Тем, кто хочет создать свою историю, добро пожаловать в «Сталкер». Серию игр в жанре шутер от первого лица. На просторах запретной зоны главному герою противостоят монстры, бандиты и даже военные. По мнению поклонников, это лучшая бродилка на тему чернобыльской катастрофы. Популярную игру продолжила серия книг. Вселенная «Сталкер» — это почти 50 авторов. И около сотни произведений о том, что творится там, в запретной зоне. И пока она остается таковой, мы с нетерпением будем ждать новых историй. Атом в воздухе летают. Вот эта атомная болезнь всех подчистую кость. Анастасия Макеева, Тюменское время.